Гюмри Активисты сомневаются, что убийство Пермяков совершил в одиночку. По их мнению, выдача Пермякова позволит выяснить все обстоятельства преступления и выявить всех виновных. На сегодняшний день солдат срочной службы 102-й российской базы в Гюмри Валерий Пермяков находится на территории базы под усиленной охраной. По данным армянской генпрокуратуры, он признался в убийстве. Передача Пермякова армянской стороне не является самоцелью. Это необходимо для того, чтобы полностью раскрыть убийство. В деле слишком много темных пятен, которые российская сторона, по видимости, не захочет разглашать. А если преступник будет в руках армянских правоохранителей, то многое станет ясным. Российская сторона должна была за столько времени ответить, каковы были мотивы преступления, сколько человек причастны к убийству. Общество до сих пор не получило ответы на эти простые вопросы. Но очевидно, что Пермяков действовал не один. Как может человек одновременно застрелить людей, спящих в разных комнатах? Кто-нибудь из них бы отреагировал на звуки и встал бы с кровати. Это нелогично. Меня поражает официальная версия трагедии, мол, Пермяков вошел в дом попить воды. А он что, не задумался о том, что в какой бы дом он ни зашел, его увидят? А если он еще и окно разбил, чтобы войти в дом, значит, он был готов к тому, что его могут увидеть. Я предполагаю, что убийство семьи Аветисянов – запланированное действие с целью наращивания напряжения между местными жителями и российскими военными. Говорят, якобы Россия хочет заменить срочников на базе контрактниками. Версий и предположений много. Вокруг одни вопросы. Именно поэтому мы предъявляем требования передать Пермякова армянской стороне, потому что пока наши правоохранители тщательно не допросят солдата, дело не будет раскрыто, и народ не найдет ответа на свои вопросы. Валерия Пермякова не выдают армянской стороне из-за бездействия армянских властей. Преступление было совершено на территории Армении, виновный должен быть наказан по законам нашей страны. Даже Чечня в составе России, судя по поведению русских, в контексте убийства в Гюмбрии, имеет более высокий статус, нежели независимая и суверенная Армения. Пермяков действовал не в одиночку, и многие детали в этом деле не сходятся, начиная с того, что на месте преступления были оставлены его вещи с инициалами. Я виню власти за то, что те не предпринимают конкретных шагов по выдаче Пермякова армянской стороне. Народ остался сам по себе. В интернете появились кадры Пермякова во время допроса армянскими следователями, где любой человек сильно засомневается в том, что убийство совершил он. Наверняка Пермякова использовали, подставили, оставив в доме Абитисяна в его вещи, чтобы направить след на него. Однако очевидно, что тут действовала группа. Этих людей застрелили одновременно в разных комнатах. Если бы их застрелили по очереди, кто-нибудь да с кровати бы встал. Но все они так и остались лежать в своих кроватях. Официально распространенная версия по данному делу – просто абсурд. Людям голову морочат. Столько времени прошло со дня убийства. Никаких серьезных фактов не выявлено по делу, несмотря на то, что по следу преступника пустили собак. Не смогли определить адресаток телефонных звонков Пермякова. Если это следственная тайна, пусть наши правоохранители так и заявят. Весь народ в замешательстве. В напряженной ситуации ждет новостей и деталей раскрытия дела. Соседи Аветисянов не могли не слышать стрельбу. Наверняка все слышали, только боятся об этом говорить. Армянским правоохранителям нужно выяснить, с кем было организовано убийство целой семьи. А то, что это организованное преступление, сомневаться не приходится. Да, случилась трагедия. Мы все соболезнуем родным и близким Аветисянов. Все переживаем. Но этот вопрос уже не просто эмоциональный, а правовой. Сейчас перед нами стоит вопрос суверенности Армении, вопрос свободы и независимости нашей страны, вопрос способности принимать независимые решения, что является проблемой всех и каждого. В ситуации, когда власти бездействуют, не делают даже формальных заявлений о каких-либо своих шагах, народ должен взять на себя всю ответственность и выработать свой план действий. Совместными усилиями, сплоченностью, можно достичь своих требований. Следователи изучают все версии трагедии, в том числе и наличие у Валерии Пермякова сообщников. И, возможно, хоть какая-то ясность в этом деле появится после завершения предварительного следствия. А пока протестующие полны решимости продолжить свои акции, а конкретные планы будут разработаны на общественных обсуждениях.